здравствуйте в эфире 125 выпуск аудио дайджеста старчер меня зовут феникс бики и сегодня в нашей виртуальной студии растянувшись на тысячу километров вновь собрались два игрока редакции стратега димаш из ойдберг здоровья здоровья всем здоровье на здоровье хорошечно наше любимое хорошечно ну что овервотч да не только мы там на самом деле дофига чего как ни странно вдвоем наиграли ну да так так и было так и было овервотч приятно вот мне понравилось ну целых 15 минут на самом деле я больше тебя поиграл потому что я же еще там прошел обучение парочку калибровочных типа этих миссий я поиграл на где-то час они 15 минут но но все равно учитывая что обучение из первой части я как бы знаю что там да ты его проходил раньше меня в этом походу и трофеи все переехали тупо один в один он сегодня заходил там типа у всех платины в овервотч 2 то есть вообще походу все переплыло они просто засинхронились что ли получается ну видимо я не знаю вряд ли у нас сделали типа просто как это скопировали от первой части вообще весь профиль называли его 2 пуша люди там уже с платинами все классно и походу возможно знаешь про трофей в первой части вроде как был трофей за 50 уровень по ходу во второй у его просто назвали типа заработай 50 уровень battle pass а но видимо все равно выпрыгивает людям у которых есть по ходу 50 утром возможно так ну блин то есть все идентичное ну и как и все пишут да вокруг зачем вы нам сделали то же самое только теперь с платными скинами да с платными скинами с привязкой телефончика вот кстати видел там свежие новости типа близы такие но мы это мы короче у некоторых уберем такую необходимость и можно будет без телефона потому что как я понял там пишут забугорные ребята мол у кого-то кто не подключен какой-то там платной сотовой сети или что-то они просто не могут получить смс они не могут привязаться они такие болин я плачу типа близы тыкают меня за то что я бедный знаешь в общем это печальнейший старт игры ну как бы ничего неожиданного да то есть диабло там варкрафт и у них по-моему все также работало как я понимаю никогда такого не было и вот опять да причем ну ребята вы же подумайте ваш игру делайте бесплатно у вас к той базе которая была у вас просто плюс 300 процентов будет мимо крокодилов хоть и на час но они будут да как бременские музыканты да заехали на час да но я думаю по сей день там очереди и прочее и все печально и все не работает через недельку поиграть можно будет еще раз попробую слушай я посмотрел правда все на синхроне литрофейки ну вот видишь у того кого была платина изи получает вторую с пометкой 2 но еще самое интересное почему это и правда может работать потому что когда я качал клиент на ps4 там в загрузках было не overwatch 2 там был овервотч origin edition то есть вот то к чему там даже у нас в плашечке привязан гай смотри а я зашел вот сейчас у нас же появилось разделение по dlc-шкам и у overwatch 2 есть подборка эксклюзивных трофейков аж пять штук вот за кирико то есть вот эту героиню которую там форсили ну короче пять трофейков есть но я так понимаю что на плашечку не влияет основной комплект он просто overwatch ну конечно это ждился то есть даже здесь подтверждается что нам просто дали еще раз тоже игру ну блин просто цифра 2 кажется лишний вот я не помню они забыли написать апдейт version 2.0 да да то есть как это вот это и как бы геншин каждой версии если бы выпускали новую с кусков карты опять на геншин все прикольно кстати вент прикольный в штате магазином управлять да вот этот я я именно про этот я туда еще где вы там тусуетесь я не пошел было прикольно я там все собрал ну шикарно он простенький но приятный на самом деле где примогемы там приятно а я знаешь что потыкал мимо кассы не рассказывал тебе но расскажу я потыкал в мунскарс о таки добрался я запустил просто то есть ну я не я думал что надо что-то новенькое рассказать потому что shovel night dick я застрял дико я не я прям это я кайфую очень от игры но я застрял я не могу вперед продвинуться там тяжело то есть прям прям тяжело вот и как бы я просто играю пытаюсь пройти одно место и не могу пройти пока что но так как надо было что-то свеженькое рассказать о чем-то написать я решил все таки надо попробовать все таки игра свеженькая и это оказалось ну такая довольно приятная вещица но она сильно проигрывает там дэс гамбиту blasphemous у и вот этим всем в дэшным короче соус лайком просто потому что она какая-то вот ну как это бедненько вроде динамичненько да ну такое ощущение что мы очень мало возможности во первых при этом стараются все каким-то диалоговыми окнами там обмазать типом у нас тут много всего когда начинаешь разбираться понимаешь что как бы там вообще немного всего и очень она такая специфическая мне как бы дэс гамбит сильно больше понравился потом это salt and sanctuary salt and sacrifice выглядят более комплексными более соус лайкан ими вот а blasphemous выглядит более вылизанным и в графоне и короче и во всех движениях и во всем остальном то есть поприятнее по лору он кажется более эпичным а тут как-то все знаешь такое что-то вот куцеватая мы короче хотели сделать свою 2d souls like игру мы сделали просто потому что она должна быть вот как-то так это выглядит но они значит и поможет мы не будем ничего заимствовать все наше вот тут тут как бы я каменщик работал три дня на честная работа получилось все на заимствованиях просто потому что она не первая ну тут уже да ребята как бы и может и хотели выкрутиться да не вышло так что такая вот история что у нас еще с тобой интересно было я так понял ты плашечку забрал в главный фэнтези да это да это да это я досидел но там она на самом деле простая но единственная вот проблема с тем трофеем который я уже рассказывал в прошлых выпусках но это все решаемо а дальше ты просто фармишь банальный рпг режим фармишь до определенного момента чтобы скрафтить меч то есть кому там в лотереи повезет он просто выпадет тот сэкономит довольно таки много времени кому нет тому придется помуздыкаться и что там сетевая игра вообще простейшая там пройти калибровку плюс во время этой калибровки меня выкинула от бота впустила к людям там первый человек который попался он вообще типа такой кто я где я но я его задушил все плюс трофейка за победить онлайновый матч все зашел в лобби там поповыпендривал с эмоутами все онлайн закрыт и осталось просто потом поделать эти финишеры разными персонажами разное количество раз все вот вот и вся платина все на максимально простая далеко не гилти далеко не какую тимка и прочее то есть там и сам ну сама боевка в итоге не раскрылась вот она как и была про спец удары только не комбосса она такая осталась то есть в онлайне в обычных играх это вот вот именно такая игра у тебя есть по сути там 1 2 авто комбы которые ты просто одну кнопку жмешь и вот лови все на спец удары там их немножко привязывай в свои комбинации то есть это вообще ни разу не уровень скажем так наших чемпионских флагманских файтингов то есть это вот максимально простейшее развлечение чисто вот по франшизе то есть заказ сделали заказ отработали типа классно просто даже вот мы играли в чем мы там играли в эти в бетки как она называлась то играет а днф дуэл вот даже днф дуэл ее сделали все таки файтинговые там есть и комбосики и прочее то есть она как ближе гилти а эту прям ну вот тут пацаны максимально типа откисайте не парьтесь просто красивенько просто двигается тут супер аркадный ну блин это даже хорошо да я не сказал бы что это плохо это кому прям не не хочется сильно там выучивать какие-то комбосы давай же даже есть же шативка пройдите типа эти миссии ну короче как видел те там есть список миссии там тебя как бы типа косвенно обучают тому что ты можешь делать там есть типа комбосики там в итоге комбо грубо говоря стандартную ты можешь там ставить один удар там снизу апперкот и туда добавить еще пару успешных то есть даже комбосов все рассчитаны на спец удары но с другой стороны есть проблема в обучении оно нихера тебя не обучает в отличие от гилти то есть тебе говорят сделай вот так и нигде нормальной хинта нету какую кнопку нажать то есть банально я дошел до обучения где было типа когда тебя подбрасывает ты падаешь можно нажать типа кнопочки и река вернуться то есть стать сразу на ноги где-то в хинт после того как ты проигрываешь был такие что нужно нажать одновременно две кнопки просто везде но плюс минус по разному где-то одну кнопку где-то две где-то еще с какой-то комбинацией я такой сначала думаю блин ты мне напиши игра где я должен это сделать а пока нет не так просто прикольно прикольно но в целом игра неплохая красивенький дизайн персонажики ну понятно и должен знать то чисто заказ по франшизе то есть кто был в теме тем будет прям классно но опять эти персонажи все любимые все на месте все красиво все блестит сверкает красиво понятно слушай я знаешь что заметил после того как я фишку 4 закрыла и закрыл да хвастаюсь немножко я решил чуть другое найти где плашечку параллельно позабирать ну параллельно обзором соответственно и такой что-то открыл тут эту всю турцию значит каталог этот весь ps плюса и я вот сколько не листал мне не возникло желание прям вот срочно за что-то взяться я не знаю почему мне такая великая лень и в итоге в голове закрались мысли позакрывать то что уже на аккаунте начатое такого интересного что я уже обзоры писал типа зинара там потом колов ктулху который вот даже грешным делом про the sinking city задумался пока дать что меня поднакрыло в общем бывает такое не знаю на сколько долго это продержится потому что я заметил что когда долго плашечки какие-то не выбиваются у меня начинает трястись руки надо сбегать что-нибудь лайтовое хотя бы выбить тогда типа легче становится но я естественно позанимался уже таким идиотизмом как понабивал в поиске самые простые платины fps плюс deluxe вот чуть ничего короче мне там не понравилось я такой нет не надо надо получать удовольствие все-таки вообще-то да ну не всегда это так работает на самом деле я удовольствие получаю на xbox и когда не думаю про трофеи вот сейчас лучше супер у нас еще если там тоже приятный свитч свитчу я вот последнее время вот горю да то есть паскаля поиграл было классно здорово приятно соус лайк все такое про трофейки не думаешь прям с дигом я начинаю правда гореть шоу на этом маленечко ну так немножечко мне правда говорю все нравится но вот почему так сложно стало я не могу осознать что я делаю не так в каком моменте что пошло не так просто смотри там как бы я рассказывал уже система рогалика прикручена то есть все постоянно меняется вот и я как бы пробежал целиком первую локацию убил там босса зашел во вторую ходил до босса уже несколько раз там тинкер кнайт который уже ранее был вообще в серии и как бы я его размотать не могу потому что я прихожу довольно побитый к этому моменту если начинать проходить сначала подземелье то ты тогда возможно успеваешь как-то набрать всяких штук и тебе немножко полегче но есть за деньги телепорт сразу же во вторую локацию а так как я хочу поскорее обзор написать вот я тороплюсь и пытаюсь запрыгнуть сразу во вторую видимо надо менять тактику потому что это не работает я сколько не пробовал не получается видимо они просто взяли классическую схему когда ты можешь дать или портнуться но тебе не хватит прокачки чтобы это закрыть просто знаешь там само сами подземелья они сложные ну вот прям реально сложные то есть прям вот там куча ловушек их миллион вообще просто постоянно ты куда-то налипаешься еще тебя тянет все время набивать кристаллики вот эти всякие драгоценные камушки собирать их они так расположены что обязательно попадешь ловушку если будешь пытаться собирать все остановиться невозможно это вот казино это у вас синдром сороки просто вам мешает там невозможно без него знаешь почему потому что прогрессия еще завязана на этом завязана на том что ты будешь собирать эти монеточки эти денежки там будешь вкладывать покупать новые артефакты то есть эти артефакты потом в подземельях будут появляться и там реально есть мощные вещи вот есть еще всякие испытания которые нужно делать чтобы тоже открывать новые всякие там удары фишечки приколы и так далее там подобное тут даже такая вещь есть как чертежи брони то есть ты их просто так не найдешь то есть есть там крот который крутит короче тебе гачу у него такой бочонок вот и ты можешь у него плюшку выиграть за 250 голды вот этой и кристалликов этих и вот там только с этого бочонка можно вытащить новые вот эти значит чертежи и собрать себе новую броню тоже которая стоит очень таки недешево изначально там три или два вида брони открыто допустим но они такие компромиссные то есть если ты берешь на крепость на урон меньше урона чтобы ты получал соответственно ты будешь меньше денег собирать вот там такие вещи да да поэтому я вот все пытаюсь там что-то найти как-то там обнаружить плюс еще постоянно подкидывают всякие приколы персонажи появляются вот щитовой рыцарь там которая подруга главная боевая она появляется в подземелье в некоторых местах и вот прям буквально тебе намекает что нужно сделать вот то то и то то и кое-что произойдет и я вот начал за ней следовать и потом обнаружил что на развилках там такие развилки есть куда вкапываться дальше то есть ты выбираешь начинаешь копаться в определенную сторону и впервые когда я за ней последовал в одном месте развилка была раскопана уже то есть было видно куда она дальше пошла то есть вот такие вещи и вот на таких каких-то маленьких прикольчиках нюансе как такое уху как интересно здорово классно но блин сложно совершенно еще раз продал игру вообще на ези да ты поиграть я думаю тебе очень понравится тем более трофеев нет там есть подвиги конечно классические но трофеи да потом playstation когда выйдет там уже будем страдать на сейчас можно я тогда даже не полезу я так смотрелся думаю не не все таки не буду блин тут еще сложнее чем в основных играх плюс она в отличие от старых то есть старые были похожи на 8 битки на 8 битные части такие да а это больше на 16 битную такую знаешь как будто вот поколение прыгнуло вперед и она такая выглядит приятнее звучит приятнее анимации посолиднее и в первых в первых то часах было все классно с этим тут прям супер вообще она выглядит гораздо лучше мы короче на сегу пересели да да все так или на снес ну или так так что такие пирожки но я не знаю что еще мне понравилось смеситься как бы и все понятное дело вообще фортнете тоже весело но не очень и там задания короче не появляются я такой ну battle pass надо как-то качать же поэтому я пойду фармить платье но в режиме буря там все равно опыт падает поэтому совместим приятное с полезным точно блин вот это ты мне напомнил надо в отпуске кстати тоже ты будешь ходить пеппиновый меня я может тоже соберусь хорошо я там это фармлю сейчас эти просто быстрые игры войнот и в них фармлю то что осталось по сути эти формильные трофеи это тебя нужно будет допаровозить ты же все позакрывал да 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 мне надо сюжет долбаный позакрывать ну как минимум можем это совместить так или иначе не вопрос прикольно от пробовать надо делать пробовать мы уже пробовали мы же все знаем я просто вижу поставок закрыл юфиху теперь какие-то такие там полчаса на эти дела все освободились вот можно как-то туда теперь тратить какое-то время на самом деле тоже проблема я не знаю меня куча игр теперь на консоли плюс мы там стримим куча незакрытых это как блин во первых нету места во вторых чем не поиграть вроде бы все вкусно и форточку надо и геншини там сюжет не пройден еще еще там как куча игр где столько времени взять геншин тут мне конечно тоже фигу подкинул я просто осознал что мне нужно заходить и боссов на прокачку формить ради материалов ну и так или иначе раз в день приходится заходить дейлики тоже заодно подбирать и вроде бы это все так недолго да но как минимум ты тратишь там я не знаю ну 30 минут но с боссами да минут 30 дейлики побыстрее ну ну с телефона это все конечно гораздо приятнее подручнее но как бы все равно ну я же когда пусть и мы куда-то с женой едем я же за руль стараюсь не садиться это как бы я просто типа рулите женщина да не против я тоже хотел себе поставить на телефон ну блин места таки нету там все занял ханкай я вот поэтому даже в эту сторону смотреть не стал это страшно все страшно вообще на телефон брать еще с терабайт ником в придачу да и в кармане еще с этим блин с пауэрбанком еще до и ходить вот это вот заряженный на пол тут просто на днях же доедет еще мобильный геймпад который кстати да будешь рассказать буду рассказывать это очень интересно я так понял что он еще параллельно может становиться геймпадом для xbox из того что я понял по инфе да ну я так понимаю проводом но но тем не менее тоже интересный момент да тоже интересная опция ну посмотрим что из этого получится ну и все собственно не больше сказать то и нечего надо же будет что-то еще написать ну конечно а сегодня это не типично сначала мы пишем потом ты будешь писать вот такой вариант писательства да это приятно самом деле голова чистая свежий а не так что что-то там еще еще ну знаешь плодотворная неделя была это рада есть такое ну что же все же тогда как обычно я всем напоминаю не забывайте заходить к нам на сайтик там у нас как всегда всякое разные обзорчики новости подсказки и всякое такое также заходим к нам социал очки вк телеграм ну и конечно же youtube твич яндекс дзен яндекс куда даже я даже добавил в описании ссылочку для тех кому нужно смотрите теперь там есть все в общем всем хорошего настроения не болейте и играйте в хорошие игры кампай и рихан кайп раме